Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сети во вторник. Меня зовут, наконец-то, Александр, и сегодня мы с вами рассмотрим самые ключевые события предстоящего дня. В первую очередь давайте рассмотрим то, что было вчера. Это достаточно важная такая новость. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, ввел новый локдаун на территории Великобритании. И он третий по счету, и он самый жесткий. На этом фоне вчера британская валюта потеряла более 160 пунктов по отношению к доллару. Мы сейчас пока не говорим о развороте, но новость, безусловно, негативна. Поэтому я думаю, что разворот – это самое вероятное событие, которое сейчас может быть. Цена буквально с уровня 1.37, она упала на уровень 1.35, и я думаю, что это только начало. Будем смотреть, как будут развиваться события. Безусловно, британская валюта опять притягивает к себе внимание после Brexit. Новый локдаун может очень сильно посчитать британскую экономику. Также давайте обратим внимание на то, что заседание ОПЕК+, которое мы с вами также вчера обсуждали, страны не смогли договориться. Часть стран выступает за увеличение. В феврале уже добыча нефти на 0,5 миллионов баррелей в день. Это страны, в том числе такие, как Россия. И есть страны, которые не хотят ничего менять. Их все устраивает, они ценят то, что они смогли договориться, то, что они могут сдерживать сейчас резкое падение цен. И поэтому договоренности у стран так не произошли. Поэтому все переговоры были перенесены уже на сегодняшний день. А сегодня ориентировочно в 17.30 по московскому времени переговоры продолжатся. Вчера на фоне этого нефть марки Brent с отметки 53 потеряла практически 2,5 доллара, более 2,5 долларов. И сейчас торгуется на отметке около 50 долларов. Мы с вами в прошлом обсуждали канал, в котором торгуется нефть марки Brent. И цена сейчас опять вернулась в этот канал. Давайте сейчас посмотрим это на графике. Вот как это все выглядит. И, конечно, сейчас по нефти опять неопределенность. Будем смотреть, как сегодня будут развиваться события, пока по нефти мы находимся без позиций. Давайте теперь еще обсудим то, что сейчас происходит в экономическом календаре. Экономический календарь показывает, что сегодня в 11.55 по московскому времени важное событие по статистике по безработице в Германии. Очень-очень важная новость, которая, безусловно, может повлиять на курс европейской валюты. Предыдущие два раза данная статистика выходила положительная. Да, несмотря на коронавирус, так или иначе, количество безработных в Германии уменьшалось. И, безусловно, новость весьма позитивная. Опять-таки, если сегодня выйдет данные по позитиву, не удивлюсь, если европейская валюта продолжит рост. У нас с вами со вчерашнего дня открыта позиция по евро-доллару. До моего тейк-профита не дошло буквально пару пунктов. Поэтому позиция у меня остается в рынке. Буду также ее удерживать и жду также позитивных новостей сегодня в 11.55 по статистике по безработице в Германии. Также из ключевых событий стоит отметить, что сегодня в 18.00 выйдет индекс деловой активности производственной секторе в Соединенных Штатах. Поэтому тоже достаточно важная новость. Весь мир за ней следит. Будем также у нас за ней наблюдать. Посмотрим, какие данные выйдут. Думаю, что особого влияния на американскую валюту это не повлияет. Сейчас также стоит отметить, что сегодня 5.00. Завтра, что в январе, состоится дополнительное утверждение уже итогов выборов в Конгрессе. И оно, безусловно, важное. Важное по той причине, что сейчас идет второй тур пересчетов голосов в штате Джорджия, где находится сейчас Дональд Трамп. И Дональд Трамп сейчас активно голосует за то, чтобы отменить текущие итоги выборов. И он их не признает. Трамп хочет доказать всем, что он действующий президент. Поэтому, безусловно, это событие сейчас очень важное с точки зрения политики. Потому что это создает политическую неопределенность, которая может навредить американской валюте. Безусловно, мы с вами будем за этим следить. Сам Трамп очень благодарен конгрессменам, которые его поддерживают. Но бизнес, бизнес американский сейчас тоже находится в таком страхе. Потому что есть риск такой, что Трамп будет бороться за власть до конца. Поэтому уже что в январе весь бизнес, все предприниматели, крупные предприниматели будут поддерживать именно Джо Байдена. По тому причине, что бизнес боится тех мер, тех инструментов, влияния, которые остались у Трампа. Трамп может вести военное положение и удерживать у себя власть неограниченное количество времени. Поэтому бизнес уже сейчас попросит конгресс уже завтра, что в январе, передать и утвердить итоги выборов. О том, что Джо Байден будет следующим президентом Соединенных Штатов утвердить прошедшие итоги выборов. И на этом, конечно, уже закрыть, поставить жирную точку на всех этих президентских выборах. Ну, ждем завтра, что это действительно очень важно. Будем с вами это обсуждать уже завтра. Ну, а сегодня всем хочу пожелать успешной торговли. Из текущих позиций евро-доллар остается в рынке. Других каких-то позиций пока не рассматриваю. Но если что, будет держать вас в курсе. Будем с вами на связи. Всем успешной торговли. До свидания.